Всем привет! Меня зовут Станислав и это видео снято специально для канала Алкофан. Сегодня я расскажу вам о том, как поставить сахарную брагу, особенности ее постановки. Ну и для начала, как обычно, немножко теорию. Итак, дрожжи, поедая сахар, выделяют углекислый газ и этиловый спирт. Значит, есть особенности постановки именно сахарной браги. Первое, это мы должны использовать гидромодуль воды и сахара 1 к 4. То есть на 1 кг сахара 4 литра воды. То есть если вы закладываете в 19-литровую бутылку, то есть наливаете 12 литров воды и кидаете туда 3 кг сахара. Если пользуетесь прессованными дрожжами, то используйте на каждый килограмм сахара 1 брикетик прессованных дрожжей. Как правило, эти брикетики идут по 100 грамм. Если используете сухие дрожжи, то, как правило, 50-75 грамм достаточно для того, чтобы залить в 19-литровую бутылку. То есть на 12 литров воды. Далее дрожжи, выработав весь сахар, погибают и оседают осадком на дно. Этот процесс называется осветление. Соответственно, когда мы поставили брагу, она становится мутная, осветление происходит, жидкость становится прозрачной. Никогда не переливаем в наш перегонный куб брагу, просто наклоняя бутылку. Для этого нужно брагу слить, снять с осадка. То есть, правильно говоря, правильным языком декантировать. То есть, засовываем шланг, не дотрагиваясь до дрожжевого осадка, переливаем жидкость в куб. Кто-то использует для подсоса вакуумную помпу, кто-то обычную грушу, которая продается в медицинских магазинах. Ну, готовность браги определить достаточно просто. В ней не должно быть сахарного сладкого привкуса. Брага, полностью отбродившая, должна быть либо кислой, либо горькой. Третьего варианта там нет. Соответственно, ну, как бы, переходим к практическому занятию. Итак, согласно нашего гидромодуля, вот в 19-литровую банку я налил 12 литров воды. Буду закладывать туда 3 килограмма сахара. И на каждый килограмм сахара одна пачка дрожжей. Дрожжи я использую хлебопекарные, 100-граммовые брикетики, прессованные. Хранятся они у меня в холодильнике. Также есть еще дрожжи сухие. Они более терпимые к условиям хранения. То есть, им не нужен холодильник. Ну, так считается. Вот, соответственно, при выборе дрожжей обязательно обращайте внимание на срок годности. То есть, где-то около месяца они хранятся в холодильнике и до полугода в морозилке. Значит, сейчас я буду засыпать сахар. Вот, делается это следующим образом. Вот у меня вороночка такая вот отрезанная. Очень удобно встает в горло бутылки. И так, немножко трога отладки. Значит, сейчас я засыпаю сахар. Ну, видно, да, вот он мутнеет. Вот, мутнеет жидкость. Идея заключается в том, что последовательность именно такая. То есть, засыпаем сахар. Сейчас третью пачечку положим. Засыпаем сахар. Далее. Нам нужно дрожжи разбродить. То есть, подготовить их к работе. Ну, или разбудить, условно. Вот. Для этого мы сюда закладываем, я уже заранее положил сюда, одну чайную ложку сахара. То есть, это такой еле-еле тепленький 30-ти градусный раствор. И дрожжи сейчас наши поместим сюда. И вот, пока они разбраживаются, это происходит где-то 10-15 минут. Здесь будет подниматься пенная шапка. Как только она почти под край поднимется, я уже ее солью в бутылку. Но, пока они разбраживаются, мы не должны терять время, а размешать сахар. Соответственно, в разбраживании дрожжей ничего сложного нет. Мы их просто открываем пачку. И вот сюда вот так их ломаем. По чуть-чуть, крошим. Одна. Вторая. Водички набираем немножко. Буквально там грамм 100. Ну, 150. Много воды не надо наливать. Ну, и, соответственно, третья пачка. Все. Сейчас они, значит, начнут потихонечку приходить в себя. Просыпаться от спячки. Я их вот так вот... Ну, сейчас такой кашкой становится, да. Буквально за пару минут я их размешаю уже до однородной консистенции. Вот. И буду ждать, пока будет подниматься пенная шапка дрожжевая. Вот. А тем временем вот этот сахар, пока буду ожидать, я их буду размешивать. По поводу размешивания сахара. Если вы используете вот такие вот 19-литровые бутылки, ну, тут без вариантов либо трясти, либо мешать палочкой, да, длинно. Вот я мешаю черенком от швабры, как бы это ни было глупо. А так как у меня нету емкости с большим горлом. Соответственно, если емкость с большим горлом, а еще лучше, если у вас есть дрель или шуруповерт, можно взять венчик от... Ну, вот, маляры мешают там своей краске, шпатлевки, штукатурки. И вот этим вот венчиком буквально за считанную минуту, меньше даже времени это занимает. Размешивается этот сахар очень быстро и удобно. Совершенно без всяких заморочек. Вот. Ну, все, оставляем. Пока буду размешивать сахар, это я показывать не буду, это не очень интересно. Включу камеру, как только размешаю. Так, значит, размешал я сахар. Опять, видите, уже жидкость почти прозрачная стала, сахарный сироп наш. Дрожжи, ну, почти разбродились. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы внести их в нашу емкость. Аккуратно вносим. И слегка перемешиваем. Значит, дрожжи, попадая в сахарную среду, далеко не сразу начинают выделять спирт. Для начала они размножаются. Размножаются они в хорошо аэрированной воде. Видео о подготовке воды я снимал. Посмотрите, ссылочка будет в описании к ролику. Значит, им нужно размножиться. И вот буквально через какой-то промежуток времени они начнут поедать сахара, превращая их в углекислый газ и спирт. Значит, для того, чтобы дрожжам помочь, что нам нужно сделать. Берется обыкновенный черный хлеб и совершенно без всяких заморочек закладывается в нашу емкость. Ну, приблизительно я кидаю на каждую банку 4-5 кусочков хлеба. Вот, ориентировочно. То есть, буханки хватает на подкормку дрожжей на 4 банки. Значит, это что касательно хлеба и подкормки. Подкармливать можно чем угодно. Есть самогонщики, которые пользуются фосфатными добавками, ну, то есть, химическими. Я такой способ не приемлю, поэтому стараюсь подкормить просто солодом, солодовым хлебом. Можно бросить изюм, тоже дрожжи его любят. В нем есть свой сахар, природный. Значит, какие есть особенности по сахарной браге? Вот, если обратить внимание, никаких гидрозатовров я не поставил. Но на сахарной браге такая штука прокатит. Почему? Потому что, ну, вот за все время ни разу не закисла у меня брага. У меня всегда стоит все открытое. Дрожжи не любят, когда у них есть закрытое здесь. Им нужен в любом случае кислород для питания. Вот. И углекислый газ не должен здесь скапливаться и тормозить их развитие и их работу. Соответственно, все оставляем в открытом виде. Вот. Ну, если уж религия не позволяет, можно, конечно, закрывать. Далее. Второй вариант, который очень часто обсуждается на форумах и муссируется, это, помимо закисания браги, да, кстати, по поводу закисания браги, киснут только фруктовые браги. То есть, на природном сырье, то есть, на фруктово-овощном и так далее, да. На обычной сахарной свекле, вот на этом сахаре свекловичном, на нем все происходит четко и быстро. Значит, второе, вторая особенность. Как только дрожжи начнут работать, у многих пойдет пена. Вот. Значит, пена идет по одной простой причине. У вас, вы должны, то есть, почему на 19-литровую бутылку я залил 12 литров, да, то есть, я здесь оставил пространство. Вот. Показываю, поближе подвину. Вот, я здесь специально оставляю пространство для того, чтобы, если пена немножко и поднимется, чтобы это было не критично. Даже если пена пойдет, можно использовать либо пеногасители, они продаются обычно в тех же отделах, что и дрожжи. Хлеб, либо печенье, ну, вот юбилейное печенье в том числе, отлично так же работает как пеногаситель. Вот. Поэтому, сразу закладывая хлеб, мы, как бы, предупреждаем развитие пенообразования. Вот. Ну, собственно, на этом, наверное, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, там ссылочка тоже будет на него в описании. Ну, и, как всегда, пока! 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 Пока!